Приветствую тебя на моем канале! Сегодня я расскажу о компактной экшн-камере DIGMA, которая стала незаменимым аксессуаром для любителей активного отдыха. Основные функции, преимущества и возможные недостатки этого гаджета – все подробности в этом видео. Оставайся со мной, будет интересно! Сегодня я хочу поделиться впечатлениями от использования компактной экшн-камерой, которая впечатляет своими размерами и легкостью. Представь себе, всего 66 мм в ширину, 30 мм в глубину и 44 мм в высоту. При этом весит она всего 72 грамма. Такая камера едва ощущается на шлеме или руле велосипеда, что делает ее идеальным выбором для долгих и активных походов. К камере в комплекте идет USB-кабель, что облегчает зарядку и передачу данных. Более того, производитель позаботился о разнообразных ситуациях использования. В комплект входит водонепроницаемый кейс, что позволяет снимать под водой крепления на руль и на шлем, а также универсальные крепления для плоских поверхностей. Это делает камеру универсальным решением для любого вида активностей. И не забудь заглянуть в описание под видео, я оставила там ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промо-код, который поможет тебе совершить выгодную покупку. Моя новая экшн-камера оснащена одним объективом с оптикой Sony IMX386, что уже говорит о высоком качестве съемки. Угол обзора в 170 градусов позволяет захватывать широкие панорамы, что особенно ценно при съемке экстремальных видов спорта или живописных пейзажей. Разрешение видеозаписи достигает 3840 на 2160 пикселей, благодаря чему каждый кадр выглядит чрезвычайно детализированным. Камера оборудована встроенным дисплеем диагональю 2 дюйма, что упрощает настройку кадра и просмотр уже отснятого материала прямо на месте. Что касается автономности, то емкость аккумулятора составляет 900 мАч, что обеспечивает достаточное время работы для большинства приключений без необходимости перезарядки. Для тех, кто не хочет ограничиваться короткими видео, важна поддержка карт памяти объемом до 128 гигабайт. Это позволяет сохранять часы видеоматериала высокого разрешения, не беспокоясь о нехватке места. Я внимательно изучила отзывы владельцев и выделила основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Сложный интерфейс, без карты памяти. Запись звука в корпусе. Плюсы. Красивые слоумо. Стильный дизайн. Управление со смартфона. Множество креплений. Хорошая стабилизация. Широкий угол объектива. Оптика Sony. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео, там ты найдешь полезные ссылки на магазины и скидочный промо-код для выгодной покупки. Также буду рада узнать твое мнение об этой камере в комментариях. Если тебе интересны мои обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Жду тебя снова!